Продолжение следует... Вина похоронена на дне тишины. Успешное наступление Красной Армии на южном фланге Советско-Германского фронта весной 1944 года создало благоприятные условия для разгрома вражеской группировки в Крыму и освобождения его от фашистских захватчиков. Освобождению Крыма предшествовали боевые действия осени 1943 года. Тогда, прорвав оборону противника на реке Молочной, части 51-й армии и 19-го танкового корпуса вышли к перекопу и захватили позиции в центре турецкого вала. Одновременно на Сивашском направлении по пояс в ледяной воде бойцы 10-го стрелкового корпуса форсировали Сиваш и захватили плацдарм на его южном берегу. Они шли тем же путем, что и войска Фрунзе. И так же, как в легендарном 20-м, их вел проводник Иван Оленчук. Под артиллерийским огнем, под бомбовыми ударами аляции строились через Сиваш переправы почти двухкилометровой длины. По ним на захваченный плацдарм прошла боевая техника. В октябре 1943 года была разработана Керченско-Эльтигенская десантная операция. Замысел которой заключался в одновременной высадке двух десантов на восточном побережье Керченского полуострова. Основной десант 56-й армии должен был высадиться с северо-восточнее Керчи в районе Маяк, Жуковка, Опасная. Десанту 18-й армии отводилась вспомогательная роль. Он должен был захватить плацдарм в районе рыбацкого поселка Эльтиген. Общее руководство операций осуществляли командующие Северокавказским фронтом генерал Петров и командующий Черноморским флотом вице-адмирал Владимирской. 1 ноября холодной штормовой ночью под прикрытием береговой артиллерии около 3000 десантников, которыми командовал полковник Гладков, высадились в районе Эльтигена. И, несмотря на яростное сопротивление фашистов, захватили плацдарм. 36 дней и ночей, зацепившись за узкую береговую полосу, мужественно сражались с врагом бойцы огненного плацдарма, отражая до 20 контратак в день. 3 ноября в пролив вышли десантные отряды 56-й армии. КОНЕЦ Особенности географического положения делали Крым важнейшей стратегической позицией, позволяющей противнику контролировать большую часть Черноморского бассейна. Обираясь на хорошо укрепленные оборонительные рубежи и естественные препятствия, немецко-фашистское командование рассчитывало удержаться здесь, хвастливо заявляя, Крым на замке, пусть немецкие солдаты отдыхают в окопах. Путь большевикам в Крым навсегда отрезан. В 1944 году, в конце зимы, 4-му Украинскому фронту была поставлена задача уничтожить вражескую группировку в Крыму. Командующий фронтом генерал армии Толбухин принял решение нанести одновременно два удара. Один силами 2-й гвардейской армии генерала Захарова на Перекопском перешейке, другой силами 51-й армии генерала Крейзера Сиважского плацдарма. Отдельная приморская армия должна была прорвать оборону противника севернее Керчи и главный удар нанести в направлении Симферополь-Севастополь. Координацию действий всех привлекаемых к операции сил Ставка поручила маршалам Василевскому и Ворошилову. Началась подготовка к наступлению. Накануне военный совет фронт обратился к воинам с такими словами «Мы бьемся на земле, политой кровью наших отцов и братьев в 1920 году. Пусть же наш героизм нарастит мировую славу воинов Фрунзе, славу нашего оружия». «Идти в бой коммунистам» – таким было стремление сотен бойцов и командиров накануне штурма. К решающим боям готовились и крымские партизаны. Под их контролем находились отдельные районы и горные дороги. Штаб партизанского движения имел надежную радиосвязь со всеми отрядами. На рассвете 8 апреля у снемощной артиллерийской и авиационной подготовки войска 4-го Украинского фронта перешли в наступление. На Перековском перешейке части 2-й гвардейской армии прорвали главную полосу обороны противника и к исходу дня освободили город Армянск. Гитлеровцы понесли большие потери. Успех, определивший крушение вражеской обороны, был достигнут Сиважского плацдарма. Гитлеровцы понесли большие потери. Успех танкового полка, которым командовал полковник Барабаш, способствовал развитию наступления на Томашовском направлении. За три дня боев части 2-й гвардейской армии прорвали мощные укрепления в районе Перекопа, прошли до рубежа реки Четерлык и вышли к Ишуньским позициям противника. Войска 51-й армии прорвали вражескую оборону в Каранкинско-Томашовском направлении. Введенный в прорыв 19-й танковый корпус, сходу овладел Джан Коэм, мощным опорным пунктом в обороне гитлеровцев. Наступление было столь стремительно, что фашисты не успели даже погрузиться в составы, готовые к отправлению. 10 апреля в бой вступила отдельная приморская армия. Последовал новый ошеломляющий удар. От Советского информбюро войска отдельной приморской армии, перейдя в наступление, прорвали сильно укрепленную оборону противника на Керченском полуострове и 11 апреля овладели городом и крепостью Керчь. Важным опорным пунктом обороны немцев на восточном побережье Крыма. Развивая наступление, наши войска в России. В Крымском небе героически сражались летчики 8-й воздушной армии генерала Хрюкина, 4-й воздушной армии генерала Вершинина и авиации Черноморского флота. За время всей операции они совершили более 36 тысяч боевых вылетов, оказывая поддержку наступающим частям, уничтожая боевую технику и оборонительные сооружения противника, нарушая морские коммуникации врага. В воздушных боях было сбито 297 фашистских самолетов. Около 200 уничтожено и повреждено на аэродромах. В сражении за Крым прославили себя летчики Владимир Лавриненков, Леонид Беда, Михаил Авдеев и многие другие. В результате стремительного наступления войска 2-й гвардейской армии 13-го апреля освободили города Евпаторию и Саки. Отдельная приморская армия после прорыва акманайских позиций противника вступила в Феодосию. Один за другим освобождались крымские города. Два долгих года ждали они этого часа. Отступая фашистские варвары чинили неслыханные зверства. Преследуя противника, 19-й танковый корпус и передовые армейские отряды 13-го апреля вошли в Симферополь. Мирная жизнь вернулась в освобожденный город. 14-го апреля с регулярными частями Красной Армии в Бахчисарай вошли партизаны. 15-го апреля враг был разгромлен в Алуште и Ялте. Эти бочки с коллекционными винами Массандры гитлеровцы хотели вывезти в Германию. Не успели. Не успели уничтожить и знаменитый Воронцовский дворец Волубки. 16-го апреля войска 4-го Украинского фронта вышли на подступы к Севастополю, главной базе Черноморского флота. Черноморский флот. Героические страницы вписал он в историю освобождения Крыма. Директивой ставки Черноморскому флоту под командованием адмирала Октябрьского была поставлена задача блокировать врага в Крыму, наносить удары по коммуникациям противника и содействовать сухопутным войскам на приморских флангах. Только за один месяц было уничтожено свыше ста и повреждено около 60 судов противника. Самоотверженно выполнили свой долг моряки-черноморцы Иван Шенгур, Ярослав Яселяни и многие другие. Потеряв в течение нескольких дней почти весь Крым, гитлеровское командование сосредоточило все силы на удержании Севастополя. Мощная система вражеских укреплений состояла из нескольких оборонительных полос. Наиболее сильными узлами сопротивления были Микензиевы горы, Сахарная головка, Федюхины высоты и Сапун гора. Согласно плану наступления, войска 2-й гвардейской армии должны были нанести удар с севера в направлении Микензиевы горы. Войска 51-й и Приморской армии в направлении Сапун гора, Севастополь. 5-го мая перешли в наступление части 2-й гвардейской армии. А через два дня от грохота сотен орудий содрожала севастопольская земля. Неудержимая солдатская лавина ринулась на штурм Сапун горы. В памяти народа навсегда останутся бессмертные подвиги героев Севастополя. О почестей мы не просили, не ждали наград за дела. Нам общая слава России солдатской наградой была. Да много ли надо солдату, что знал и печаль и успех. По трудному счастью на брата. Да красное знамя на всех. Мы идем к Севастополю. Над Сапуном повисло ура. Все морские дороги под лодки прикрыли с утра. Заглушая моторы, в дозоры легли катера. И на мокрых причалах пенящие слова пора. Утром 9 мая войска 51-й армии перешли в общее наступление на северо-восточных окраинах Севастополя. Части 2-й гвардейской форсировали Северную бухту. Войска Приморской армии наступали в направлении Стрелецкой бухты. В городе завязались упорные уличные бои. Беззаветно, плечом к плечу, сражались с врагом воины 77-й Азербайджанской, 89-й Армянской, 414-й и 242-й грузинских стрелковых дивизий. Среди них были и те, кто два года назад защищал Севастополь от ненавистных захватчиков. Он весь пылал из четырех сторон, от бухты к бухте подползало пламя. А нам казалось, это было с нами, как будто мы горели, а не он. А он горел, и отступала мгла от Херсонеса и до Равелина, и тень его пожаров над Берлином уже тогда пророчеством легла. Наша кровь еще пылает там, где раньше пролилась. Каждый дом в лицо нас знает, каждый камень помнит нас. Из развалин дымных улиц флаги гордо рвутся ввысь. Мы вернулись, мы вернулись, как когда-то покрылись. И несколько часов тому назад штурмом овладили крепостью городом Севастополь. Тем самым ликвидирован последний час сопротивления немцев в Крыму, и Крым полностью отъезден. 12 мая 1944 года завершилась Крымская операция. Она закончилась полным разгромом 17-й немецкой армии. Ее потери составили 100 тысяч человек, в том числе 61 587 пленными. Крымская операция отличалась хорошо организованным взаимодействием сухопутных войск, флота и крупных сил авиации. Победа в Крыму имела важное военно-историческое значение. Противник был лишен крупного стратегического плацтарма на Черном море. Черноморскому флоту была возвращена его главная база Севастополь. Гремели победные салюты в честь освободителей Крыма. 126 бойцам и командирам было присвоено звание Героев Советского Союза. на Федюнинских холмах тишина, над Малаковым курганом сны. Будто не было войны, но война похоронена на дне тишины. И казалось бы, всему вышел срок. Тридцать лет менялась в море вода, а как выйдешь, как шагнешь за порог, и от Малаков не уйти никуда. Махи, махи, красные махи, горькая память земли, неужели вам снятся атаки, неужели вам снятся атаки тех, кто с этих холмов не пришли? Махи, махи, красные махи, горькая память земли, неужели вам снятся атаки, неужели вам снятся атаки тех, кто с этих холмов не пришли? Над Сапун горой цветут тополя, над Сапун горой летят дуравли, но плывут из края в край по полям махи, махи с обе земли. Казалось бы, что в том за страсть, тридцать лет они пылают в траве, а как хочется за все травы упасть, в красных махах полежать на земле. Махи, махи, красные махи, горькая память земли, неужели вам снятся атаки, неужели вам снятся атаки тех, кто с этих холмов не пришли? махи, махи, красные махи, горькая память земли, неужели вам снятся атаки, неужели вам снятся атаки тех, кто с этих холмов не пришли? неужели вам снова просто выход от места и возвращ к